ЗАПАДНАЯ Армения Халифхавтар призвал к подготовке войны против Турции. В окношении обнаружен памятник нового каменного века. Щука весом в 13 килограмм была поймана в провинции Кесаря в Западной Армении. 200-летию Гевонда Алишаной было литературное и научное наследие было оцифовано. 24 декабря в Ереванском офисе Западной Армении прошел семинар. Семинар был посвящен окопу Мелкомову армянскому военному, обезглавившего Энвера Пашу, одного из организаторов геноцида против армян. Во время боев в июне 1922 года Центральной Азии в семинаре приняли участие премьер-министр Республики Западной Армении Сэда Мелькян, депутаты парламента Республики Западной Армении, гости. Был показан фильм об окопе Мелкомове. Состоялась дискуссия о пути, пройденном окопом Мелкомовым, который обезглавил Энвера Пашу, и разные интерпретации данного события. Подробнее о семинаре в наших следующих программах. Омбудсмены Арцаха и Республики Армении опубликовали совместный специальный доклад о нападениях Азербайджана на журналистов, освещающих боевые действия в Арцахе. Как передает Армен Пресс, омбудсмены сообщают, что параллельно с обстрелами гражданского населения и инфраструктур Арцаха со стороны Азербайджана преднамеренному нападению подверглись и журналисты, и их автомобили, в результате чего пострадали семь журналистов, пять иностранных и двое армянина. Один человек, сопровождавший журналистскую группу, погиб. Азербайджан не останавливало и то, что журналисты носили специальную форму, отличительные знаки, которые присутствовали и на их автомобилях, что свидетельствует о преднамеренном нападении. Кроме того, в некоторых свидетельствах отмечается, что азербайджанские разведывательные БПЛА совершали полеты в местах нападений и до нанесения ударов, а это означает, что журналисты были замечены азербайджанскими вооруженными силами. Дорога, соединяющая села Эринджада в Ниахавет-Джавахка, будет реабилитирована в 2021 году. На данном этапе объявлен тендер на подготовку проектно-сметной документации. Будут реабилитированы около 5500 метров дороги Эринджада в Ниахавет. Согласно тендерной документации, новая дорога будет с метнобетонной шириной в 4,5 метра. Тендер на подготовку сметы проекта реабилитации мэрия Ахалкиалаки объявила 22 декабря на сумму 49 тысяч лари. Прием заявок продлится до 18 ноября. Это была первая цементобетонная дорога в Ахалкиалаксском муниципалитете. Отметим, что ремонт данного участка дороги уже много лет является темой обсуждения для населения. По словам жителей, они неоднократно обращались в соответствующие ведомства по данному вопросу. Командующий ливийской национальной армией Халиф Хафтар призвал военных готовиться к боевым действиям с турецкими силами. Комментарии Халифы Хафтара были сделаны в ответ на решение парламента Турции продлить на 18 месяцев пребывания турецких войск в Ливии. Турецкая военная помощь находящемуся в Триполи правительству, включая советников, оборудование и разведку, помогла остановить продолжающийся год наступления Хафтара на Триполи. Турцию также обвиняют в отправке тысяч сирийских наемников в Ливию. Не будет безопасности или мира, пока сапоги турецких военных оскверняют нашу непорочную землю, отметил Хафтар. Мы возьмемся за оружие, чтобы остановить это, установить мир своими руками и нашей свободной волей. У врага есть один из двух вариантов – либо уйти мирным путем, либо быть изгнанным силой, отметил он, имея в виду Турцию. Армяно-французская экспедиция, которая почти 15 лет ведет раскопки в Акношении, обнаружила здесь новый памятник каменного века. Об этом Армен Пресс сообщил директор Института археологии и этнографии Павел Аветисян. Он подчеркнул, что результаты проделанной работы впечатляют. Их можно использовать для интерпретации, документирования и представления процесса неолитической революции как на Армянском Нагоре, так и во всем регионе. Работы в неолито-энолитическом поселении Акнаш Армавирского района Республики Армения начались в 2004 году. Раскопки ведутся в рамках армяно-французского сотрудничества. Есть несколько публикаций по комплексным исследованиям. В Яхьяле на плотине Агаджашар в провинции Кесария Западной Армении рыбак поймал щуку длиной 60 см и весом в 13 кг с помощью рыболовной сети. Напомним, что Западная Армения считается истоком вод Ближнего Востока в ее речных бассейнах развито рыболовство. Количество рыбы в ряде рек и построенных на них плотинах в последнее время увеличилось, но рыба такого размера встречается редко. В 200-летию со дня рождения поэта, филолога, историка, географа, переводчика, члена конгрегации махитаристов Венеции Гевонда Алишана полное научное, литературное и историческое наследие автора было оцифровано. На презентации программы министра образования, науки, спорта и молодежи Республики Армения Ван Дубанян отметил, «Цифровизация – это инструмент достижения, мы должны использовать его, чтобы он присутствовал, был доступен и распространялся повсюду, во всех областях. Мы все хорошо знаем о потенциале цифровой авиации, и мы должны делать все быстро и качественно». Майоружан Карпетян, научный директор фонда «Цифровая библиотека армянской литературы Американского университета Армении» сказал, «Ранее было оцифровано более 10 томов Алишана, на этот раз мы оцифровали более 22 работ. Оцифрованы произведения историко-географического характера, художественного характера, исторических исследований. Мы постарались включить все жандры, которые интересовали Алишана. Мы сослались на религиозную и пропагандистскую литературу, которой он занимался», отмечает Карпетян. Познакомиться с богатым наследием, оставленным Алишаном, можно на сайте digilip.aua.am. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию выступление ансамбля «Востан». ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром!